Денис Валентинович, расскажите, пожалуйста, немного конкретно о вашей компании, чем она занимается и какую продукцию реализует на территории России. Добрый день всем. На сегодняшний день наша компания «Нефть и строй инжиниринг» занимается реализацией инженерных проектов на территории подсоветского пространства. Это страны России, Беларусь, Украина, Казахстан. Есть ряд проектов, которые на сегодняшний день мы обсуждаем, в некоторых реализуем собственные силы. Мы занимаемся тем, что управляем полностью процессом в промышленном строительстве. Основная тематика – это строительство резервуаров, резервуарных парков, установок нефтепереработки, газ и нефтепереработки. Мы являемся официальным дилером компании «Контек» и предлагаем продукцию производства данной компании. Мы ее используем как для собственного потребления, для объектов, на которых работаем и комплектуем объекты. Это трубопроводная арматура как на магистральных трубопроводах, так и в тех же резервуарных парках. Проекты на сегодняшний день. Есть мысль и желание реализовать себя на территории Российской Федерации. За этот период, период около полугода, мы получили сертификаты Единого Таможенного Союза на продукцию «Контек», посертифицировались. Сейчас занимаемся сертификацией. Получаем и ISO 9001, проходим сертификацию в таких организациях, как «Газпром», как «Запад Транснефт». Соответственно, сейчас больше такой работой занимаемся. Мы считаем, что российский рынок на сегодняшний день перспективен. Мы видим потенциальных покупателей, видим то, что наша продукция, она и востребована, и будет востребована на территории России. С этой целью мы и принимаем участие на данной выставке. Вы видите стенд, в котором сейчас присутствуем. Присутствуем, соответственно, мы знакомим гостей, мы знакомим потенциальных покупателей своей продукции, рекламную продукцию, отвечаем на технические вопросы. Здесь присутствуют технические специалисты, также прибывшие из Дубая производства. У нас размещено в свободной экономической зоне Дубай. И, соответственно, инженерная подготовка и инженерную поддержку тоже мы осуществляем. А тут специалисты прибыли. Здесь прямо на стенде присутствуют и главные инженеры, и главный инженер проектов. Поэтому на сегодняшний день работаем в этом направлении. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как для вашей компании конкретно начался 2017 год? Какие бы вы итоги могли подвести по прошествию первого полугодия? И какие у вас планы на вторую половину текущего года? Скажем так, 2017 год и 2016, 2017 год они не стали и не были легкими. Но, опять же, мы видим, что ситуация выравнивается, предприятия набирают обороты непосредственно в нашей отрасли, это в нефтегазопереработке и добыче. Мы видим, что ситуация выравнивается. Проекты, которые были в 2015-2016 году приостановлены, либо заморожены, они получают новую жизнь, получают движение. И мы считаем, что в второе полугодие 2017 года она будет более перспективным, более прибыльным. Мы видим, что перспектива есть во всем этом. И надеемся, что и дальше, и дальше будем набирать обороты и двигаться вперед. Хорошо. А как бы вы со своей стороны сегодня описали актуальное состояние российского рынка нефтегазового оборудования? И какой бы вы сделали прогноз по его развитию в ближайшем будущем? В ближайшем будущем ситуация такая, что заказчики на сегодняшний день, они готовы вкладывать деньги, они готовы развивать проекты и готовы строить. То есть нас, как строители, это интересует в первую очередь. Но по сравнению с прошлыми годами, они более избирательно подходят и к качеству, более избирательно подходят и к срокам поставки, и к техническому обслуживанию того оборудования, которое заказывают, и на которое ориентируются. Это и хорошо, потому что среди, скажем так, большого количества предложений, на сегодняшний день выбирают, наверное, наилучшее. И мы надеемся, что мы займем свою нишу в разделе наилучшее. Хорошо. А не могли бы вы поделиться своим мнением о таком немаловажном факторе развития российского рынка оборудования, как политика импортозамещения? На ваш взгляд, она работает правильно на сегодняшний день? И вы видите перспективы развития этой политики дальше на территории нашей страны? В общем, поделитесь своим мнением о том, правильно ли она работает на сегодняшний день, сейчас. Сама политика импортозамещения и сама мысль и идея, она правильная. Правильная в том плане, что в нашей стране есть и умные, и грамотные, и способные, и трудолюбивые люди, которые могут и думать, и работать, и делать. Но при этом надо подходить избирательно и надо понимать, что чтобы продукцию производить на территории, либо производить в России, нам, россиянам, необходимо учиться, надо учиться и перенимать общее. Поэтому сама вот эта политика и сам весь процесс, он не может быть резким и не может быть однозначным. Надо время, на все надо период, и надо время, чтобы наши предприятия, чтобы наши люди научились работать в тех условиях, в таких же условиях, как работают европейцы, те же американцы, иностранцы. И при этом, чтобы они учились работать так же, как работают иностранцы, чтобы лучше перенимали. И после того, как уже придут к тому, что могут сами, тогда я, конечно, согласен, что должен быть приоритет за продукцию и за оборудование производства Российской Федерации. А к концу третьего выставочного дня выставки «Мяджи», скажите, пожалуйста, какие промежуточные итоги вы можете подвести, что эта выставка привнесла в работу вашего предприятия? На сегодняшний день мы видим, что... То, что, кстати, я буду в преломлении, скажу сначала нашей продукции, продукции производства компании «Комтек», мы видим, что есть интерес, мы видим, что есть грамотные технические вопросы, есть какие-то, может быть, перспективы, которые там за горами, но они сегодня там, а завтра мы к ним придем. Есть контакты, которые в результате общения завязываются. Мы видим и понимаем, какие есть у нас моменты, которые надо было бы исправить технически в первую очередь. Те же моменты мы видим и отслеживаем, понимаем, что в плане логистики доставки потребителю продукции тоже есть моменты, которые мы учтем уже в дальнейшей работе. Все эти моменты мы собираем, анализируем, и по итогу окончания выставки у нас будет, скажем так, большое совещание, и мы уже каким-то образом чуть-чуть будем в каких-то моментах менять свою стратегию, где-то ее чуть-чуть настраивать в другую сторону. Это очень полезно. Хорошо, спасибо вам большое за беседу, было приятно с вами познакомиться. И наш финальный вопрос, что бы вы пожелали вашим партнерам, потенциальным настоящим клиентам и другим участникам выставки Меджи? Я хотел бы пожелать, что же сказать, такие выставки, они полезны, они необходимы для того, чтобы люди и о себе рассказывали, и смотрели на других, и видели, и перенимали лучшее друг у друга. Я хочу пожелать всем, чтобы в 2017 году все, скажем так, задумки, все моменты, чтобы они были, чтобы они реализовались и принесли удовлетворение от того, что было затрачено много сил, времени, энергии, и результат вон есть. Вот он есть. Поэтому всем результаты и всего хорошего. Хорошо, спасибо вам большое еще раз за беседу, всего вам хорошего и удачи в вашей деятельности. Спасибо вам, всего хорошего.